Прошла еще одна неделя в работе, в думках, в суете, и, кажется, разбито тело, но лишь не имется на душе. Ах, сколько дел уж накопилось, за выходные не успеть там постираться, приготовить, прибрать вокруг и все на спе. Но главное из всех, конечно, в Россию маме позвонить, я всю неделю жду момента с ней по душам поговорить. Я все скажу ей, все открою, что на душе сейчас скребет, она, конечно же, поможет, мне даст совет и все поймет. Беру я трубку, набираю, и, наконец, пошел гудок, и сердце тихо замирает, родной услышал голосок. Спасибо, дочь, что позвонила, я всю неделю жду звонка, на сердце мне тревожно было. Скажи мне, как твои дела? Все расскажи о детях, внуках, о мужах, сестрах и себе. Ночами плохо сплю, волнуюсь, скучаюсь здесь одна за всех. Я всем соседям рассказала, как вами всеми я горжусь. Их пирогами угощала, довольны были все вокруг. Мне подержать ее, услышать, не нападать, не упрекать, Мол, ты от всех нас отделилась, к нам жить не хочешь приезжать. Ты там одна и вся больная, кто руку помощи подаст, Ты нас совсем уже не любишь, разоставляешь так страдать. Все тихо выслушал, спокойно. Она спросила, что не так? Ты, ведьма, сильно утомилась, тебе бы больше бы поспать. Да, я болею, но терпимо, душа болит только за вас. На кладбище ходила к папе, он тоже думает о вас. Все там почистила, убрала, про внуков ему рассказала. Он там защитником и будет, от всех болезней и преград. И как же, доченька родная, его оставлю одного, С тем жизнь нелегкую прожила, мне очень больно за него. Вы, деточки, меня простите, что, если говорю не так, Потом вы, может быть, поймете, что в жизни все не просто так. От этих слов внутри заныло. Не пожалеть и поддержать, но говори совсем другое, Умом обиду не понять. Мы же тебе все говорили, когда он был еще живой, Все, дом продайте, приезжайте, жить будем вместе всей семьей. Отца уж нет, тебя не видим, ни там, ни тут покоя нет. За что же Бог нас так обидел, теперь петь все это, сил уж нет. В ответ ни слова, тишина. Ты где? Ты что, меня не слышишь? Всем тем же голосом спокойным она в ответ произнесла. Родная доченька моя, такая вот моя судьба. Хоть между нами океаны, поверь ты мне, всегда я с вами. Я жизнь тяжелую прожила, и каждый день молюсь за вас, Чтоб ангелы вас охраняли, и жили вы получше нас. Сейчас пойду на процедуры, ты позже мне перезвони, И ты не нервничай, пожалуйста, мы обо всем поговорим. Гудок. Наш разговор прервался, А в голове один сумбур. Как я могла так поспаляться, С обидой на нее бросаться? Кто дал мне право свою маму Учить, ругать и обижать? Того, кто жизнь мне дал, рискуя, Свою природу потерять. Наехать на нее бестактно, Не слушав объяснения в ответ, С упреком обвинять невнятно, Где вовсе преступления нет. Ведь я ж хотела дать понять, Что хочется ей все отдать. За день рождения, воспитания, За материнское внимание, За детство, книги и учебу, За вещи, воздух и свободу, За то, чем я сейчас дышу, Готовить, как могу, еду, За чувства к жизни и родным, За постоянную надежду, Что мы улучшим этот мир, С собой неся любовь другим. Как хочется тебя обнять И никуда не отпускать, Беседовать с тобой часами И на коленях засыпать. Я с детства, в юные годы, Всегда равнялась на тебя, Быть недоступной и простой, Готовой жертвовать собой. Послушай, мамочка моя, Ты эталон, моя звезда, Единственный мой верный друг, Ты жизнь моя, Ты все вокруг. Прошу, Ты иногда не слушай, Что говорю тебе вслух, Ты просто между слов послушай Того, что не услышать вдруг. Нуча сижу, Застыли слезы, На телефон с тоской смотрю, Как будто он украл тот голос, Который с детства я люблю. Я взрослая, Уже большие дети, И понимаю, что почем. Бог подарил прекрасных нугов, Я им дарю твою любовь. Пока мы, дети эгоисты, Не замечаем за собой, Что в счет без права Выставляем мы тем, Кого обожествляем, Средливо прятая любовь. На свете нету телефона, Что с мамой связь могут прервать, Она и так меня услышит, Что я хочу ей рассказать. Ты, милая, Прости меня, Что получилось, как всегда, Ты только лишь живи, родная, Мы очень любим все тебя. Любимой мамочке от дочерей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова